Как у дирижёра, и как у меня, видимо, как у помощника дирижёра, у меня главный вопрос. Можно каких-то прорывов ожидать в диагностике, в лечении остеопороза? Давайте первая скрипка. Вначале выскажет то волнение, которое она испытывает. Вы знаете, Катя, я начала нервничать, когда вы заговорили о том, что вы боитесь, что у вас остеопороз, что вот вы сейчас пойдёте искать остеопороз. Немножко успокоилась, когда Антонина Владимировна заговорила о наборе пиковой массы кости. И вот сейчас первая скрипка скажет, что если наши молодые и прекрасные девушки будут помнить, что в создании кости участвуют половые гормоны, а половые гормоны у скелетов не вырабатываются. Для того, чтобы женщина менструировала, у неё должен быть определённый запас лептина, гормона жировой ткани. Мы даже чуть-чуть перешли за одну кость. У нас есть ещё мышцы, у нас есть жировая ткань. И вот если молодая девочка в период набора пиковой массы кости будет думать прежде всего о том, что она должна стать тоньше прутика, она не наберёт пиковую массу кости. Та же возможность получить отсутствие половых гормонов. Ведь физические упражнения прекрасны. Но если получать аминорею атлета, потому что не выходить из фитнес-зала, то можно получить в определённых местах изменение архитектоники костной ткани. Правда? Вы знаете, самое удивительное, что если занимался футболом, а потом стал заниматься теннисом, архитектоника костной ткани меняется. И вот самое главное – беречь честь с молоду, беречь костную ткань. Беречь кость с молоду, да. Беречь кость с молоду, совершенно верно. Да, и очень важно, конечно, не портить её в течение всей жизни. И мы всё время все говорим о балансе. О балансе питания, о балансе движения. Ну, вот может быть, в этом и будет один из главных прорывов, что мы сумеем объяснить, как можно, я согласна с вами, обеспечить профилактику хотя бы в том масштабе, в котором её можно обеспечить, поражение костной ткани в старческом возрасте. Да, такое очень грустно, что на самом деле нас этому балансу с детства не учат. Нас более-менее стали учить правильному питанию, которое никто не соблюдает. Я смотрю, что едят дети в школе, меня это ужасает, что им родители дают. Я смотрю, что едят родители, что никто не двигается, спортсменов через детей так как бы всё меньше и меньше. На самом деле нас этому балансу не учат. И не учат именно до 24 лет. Я боюсь, что мы там через 20, 30, 40 лет получим проблемы людей, которых действительно не была сформирована, это, как вы говорите, пиковая костная ткань. Как-то так. В общем, это грустно. Поэтому, кстати, хорошо, что мы делаем такие программы. Денис Сергеевич, а нельзя как-нибудь в будущем будет заблокировать эти кластеры и наоборот... Остеобластеры. Да, вовстеры. Остеобластеры сказать, лечите косточку, чтобы она была... Как раз эндокринологи это и делают. Они назначают препараты специальные, бисфосфонаты, деносумабы. А, которые блокируют разрушение. Одни блокируют одно, а другие блокируют другое. То есть как раз мы в совокупности с ревматологами и с эндокринологами делаем всё-таки жизнь наших пациентов намного лучше и намного проще.